В этом видео я расскажу вам субъективно о плюсах жизни на Кипре. Я прожила 11 лет на Кипре, и, конечно же, первые года это был восторг-восторг, это было наслаждение, это было удовольствие, это было купание бесконечное в море. Но по мере проживания на Кипре, чем дальше, тем больше, конечно же, я видела более реалистично, как живется, не отдыхается, потому что отдыхать это совершенно другое по сравнению с тем, что называется жить. В этом видео я расскажу о плюсах, и в следующем, в другом видео, о минусах жизни на Кипре. Поэтому, если вы для себя как бы решаете вопрос переезда на Кипр, послушайте второе видео тоже обязательно, чтобы иметь полную картинку. Итак, из плюсов. Для меня первое это было то, что Кипр это бывшая английская колония. И это значит, что распространён английский язык, распространён английский порядок и английские школы. Поскольку английским языком я владею, мне было очень удобно, нет необходимости учить греческий язык. За 11 лет я его так и не выучила. Ну, в принципе, у меня цели и не было, потому что каждый год мы думали, что в следующий год мы уедем. И таким образом прожили 11 лет. То есть у нас не было как бы намерения жить на Кипре вот постоянно и как бы уже там полностью вписаться. Мы как бы думали, ну, немножко поживём и уедем, да. Соответственно, английские школы тоже хорошие. Стоимость школ в зависимости от города. Вот мы ходили в школу Ксенион в Паралимне. И там стоило где-то от 4 тысяч. Уже 4 класс было 5,5 тысяч евро. И, конечно, каждый год было дороже, дороже. Есть более дорогие школы. Не знаю, есть ли более дешёвые. Вот это трудно сказать. И есть также на Кипре русские школы. Но большинство людей отдают, конечно же, в английские школы. Потому что там и язык, там и уровень образования хороший. Поэтому, ну, это было для нас плюс. Следующий. Это, конечно же, длинный купальный сезон. С апреля по конец ноября. Вот действительно с 1 апреля уже можно идти купаться. Для меня было через несколько лет холодновато. И мы начинали ходить в конце октября купаться. И действительно до середины ноября можно совершенно спокойно купаться вообще без проблем. Я иногда до середины декабря купалась. Потому что это зависело от того, есть ли грозы и шторма. А, если начинало штормить рано, то море становилось холодным быстрее, конечно же. И там оно было уже такое нечистое. И уже купаться не хотелось. Но если погода стояла спокойная, то можно практически до середины декабря купаться. Видела также, что некоторые купались и в январе. В принципе, возможно, но холодно. То есть, так, уже не в удовольствии. И, конечно же, длинный купальный сезон дает вот это вот ощущение. Ай, всегда могу сходить и скупаться. В следующем видео о минусах я скажу. Про этот длинный купальный сезон тоже есть свой минус. Но когда переехали, вначале это было классно. Местные фрукты и овощи почти круглый год. Авокадо, бананы шикарные, из пафоса. Если вы будете на Кипре, обязательно попробуйте. Арбузы, дыни. Клубника так себе. Я бы сказала, что клубника тоже у них выращивают. Но она обычно какая-то горькая, но не очень хорошая. Но действительно, фрукты и овощи почти круглый год. Потому что, как бы, они садят их несколько раз. То есть, 2-3 урожая снимается. Поэтому постоянно что-то есть свежее. Четвёртый пункт – это большая русская комьюнити. Лимассол вообще считается второй Москвой по определению одного нашего знакомого киприота. То есть, в Лимассоле вообще никаких проблем. Там множество различных ивентов, множество различных услуг. Можно получить всё на русском языке. Минус, Лимассол – очень дорогой город. Но даже в нашей деревне Паралимни тоже есть небольшая русская комьюнити. Когда я там жила, то есть, я там проводила какие-то семинарчики. Что-то там немножко было. Но, конечно же, не в таких размерах, как в более крупных городах. Но, тем не менее, когда приезжаешь на Кипр, это достаточно удобно. Что ты сразу находишь своих, как бы, и комфортно. Конечно же, Кипр – маленький остров. И важно понимать, что, с одной стороны, там есть русская комьюнити. С другой стороны, минус в том, что, как бы, люди одни и те же. То есть, как бы, ограниченное количество людей. И есть плюс или минус для кого-то, может быть. Что люди постоянно меняются. Кто-то уезжает, кто-то приезжает. То есть, вот текучка такая есть. Мало кто живёт вот так вот много лет. То есть, многие туда-сюда приехали, уехали. Пятый – это низкие налоги. На человека можно получать, не оплачивая налог, сумму в 19500 евро в год. То есть, это достаточно большая сумма, не облагаемая налогом. Также нулевой налог на дивиденды. Понятное дело, что со временем может ситуация поменяться. Но вот на тот момент, когда я там жила, было так. Шестой. Солнечная погода. Да, редко дождь. В основном он происходит в зимние месяцы. Тогда там такие грозения могут быть, что мама не горюй, да, что всё сносит, все улицы потоками льются. Но, в принципе, всё время солнце. И первые года, когда я приехала из Латвии, где в большинстве случаев серость, да, мне это солнце очень, как бы, вот хорошо было. Потом уже через несколько лет я так и напиталась этим солнцем, что у меня уже от солнца начинало тошнить летом. Ну, в сезон, и я закрывала штору, уже не хотелось мне на него смотреть, и тем более выходить на улицу вообще. Вот. Но в начале, конечно же, солнце прекрасно зимой, и ранней весной, и поздней осенью. Вот тогда, ну, кайф, кайф. Снег есть в горах зимой, где-то в январе-феврале. Есть там лыжная трасса в горах Тродоса. И это что значит? Это значит, что вы можете сесть на лыжи зимой и поездить, покататься на лыжах, на санках. Есть каток круглый год в Лимассоле, в моле. Если хочется почувствовать зиму, то можно съездить в горах Тродоса. Седьмой пункт. Низкая криминальность. Редко увидишь пьяного на улице. Хотя вот когда я уезжала, к сожалению, в Лимассоле криминальность увеличилась в связи с беженцами. Восьмой пункт. Тихо и спокойно в большинстве мест. Как говорят местные, это сиго-сиго. Все медленно-медленно. Люди обычно опаздывают везде. Никто вовремя не приходит. То есть 15 минут опоздание, это вообще нормально. Вот такая, так скажем, очень такая спокойная, вальяжная, курортная жизнь, когда никто особо никуда не спешит. Это, конечно, расслабляет очень. И, конечно же, тоже складывается то, что ты начинаешь одевать там какие-то шортики, шлепки. То есть ты начинаешь одеваться очень просто. Мейкап уже тоже забрасывается, потому что особо нигде ничего не происходит. И превращаешься в такую амазонку островную, да, которую в город не пройти, потому что выглядишь уже не так. Девятый пункт. Рядом Северный Кипр, где можно купить не только все дешевле, но и сменить обстановку. Потому что там другое ощущение, чем на греческой стороне. А там немножко другая кухня. Там гораздо другой пласт товаров, да, одежда другой пласт. Там как бы вот действительно ощущение совершенно другое. И когда сидишь на острове, допустим, в течение нескольких лет уже все приедается, и ты уже все в 10 раз посмотрел, то поездки на Северный Кипр какое-то время освежают очень хорошо. Поэтому я считаю это как плюс. До пандемии летало много лоукостеров из Ларнаки и Пафоса. Было легко улететь. Пандемия началась. Остров закрыли полностью. Поэтому как бы есть вот минус сейчас, который проявился, что в общем-то с острова и не улететь. Поэтому если для вас это важно, то может быть это к минусу уже имеет отношение. Потому что я не знаю, восстановятся ли эти лоукостеры, как быстро и вообще какое будет сообщение. Ну и наконец одиннадцатый пункт тоже очень важный. Это экономия на зимней одежде. Потому что зимняя одежда в принципе не нужна. Не нужны особенно теплые сапоги, не нужны шубы, не нужны там дутики. То есть вот особо много теплой одежды не нужно. И сама зима, она короткая. То есть холодный месяц, но вот февраль по-настоящему такой вот неприятный холодный месяц. Но может быть и теплый тоже. То есть где-то вот может быть январь, февраль, вот два, два с половиной месяца, когда нужна более теплая одежда. В другое время теплая одежда особо не нужна. И это конечно большой плюс. Итак, в следующем видео смотрите минусы Кипра.